ПЕСНЯ 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 Знаете, я того века человек, 19 век, это тот век, даже через меня прошло и Ленинское, и Сталинское, и все пусть, и все тюрьмы, все расстрелы, все ссылки, они через меня прошли. И потаенная церковь через меня прошла, и Сергея Янцева через меня прошла. Это все такая жизнь. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня наш диалог под часами будет происходить в другом пространстве. Мы находимся в доме Алексея Петровича Арцебушева. Вот, поэтому немножко, как теперь принято говорить, в другом формате, но это будет не менее интересно, чем все предыдущие наши с вами общения. Ну и так, Маша, расскажи нам, кто такой Алексей Петрович. И почему мы сюда попали? Ведь мы сюда приехали по твоей инициативе. История длинная, рассказывает долго, но если коротко, то у меня с рождения был очень большой интерес к Дивеевской летописи. Так получилось, что, наверное, одну из первых книг, которые мне читали в слух в детстве, это была Дивеевская летопись. И все, что связано с преподобным Серафимом, очень трогало мое сердце. И когда я узнала, что живет человек, который был в Дивееве и жил в доме Мантурова, то мне захотелось обязательно увидеть такого человека, чтобы узнать о Дивееве, хоть и не времен прославления Серафима Саратовского, но времен, когда Дивеево еще продолжало существовать некоторое время. До 27-го года. До 27-го года и Дивеева, в котором в это время жили такие подвижники, как Владык Серафим Звездинский и многие другие, которых имен наше современное поколение часто и не помнит, и не знает, но они просияли такой славой и дали такой заряд веры, что до сих пор, благодаря их молитвам, мы эти молитвы чувствуем, и они нам помогают жить и выживать, потому что время сейчас очень непростое и скорбное, и часто все время стоишь перед вопросом, что будет дальше, как будет развиваться жизнь России, и когда видишь, как эти люди могли противостоять тем злым силам, которые отовсюду нападали на русскую церковь, можно понять, что именно такой путь может быть полезен для изучения современному нашему поколению, чтобы понять, как нам жить дальше и чтобы нам не унывать. Спасибо. Ну вот, но пока мы с Машей сюда ехали, мы как для нее выяснили, что, скорее всего, мы с Алексеем Петровичем виделись, а когда я уже на пороге дома его видел, оказывается, что мы с ним знакомы, как я думаю, лет 25. Просто я никогда не знал, что этот такой достойный человек носит фамилию, допустим, Арцебушев. Вот это мы сейчас выяснили, пока настраивали нашу аппаратуру. Бертесин. Да. Поэтому, слава тебе, Господи, мы как бы восстанавливаем наше знакомство. У меня был такой опыт, когда я приехал к своему двоюродному деду, уже взрослым, семинаристом, для того, чтобы восстанавливать знакомство. Потому что несколько раз, когда был маленьким мальчиком, встречались в доме его сестры, моей бабушки, и, собственно, и все. Когда я уже вырос, мне захотелось узнать. А ему было тогда 90 лет. Вот. И мне было очень интересно. Он мне тоже рассказывал очень много. И про Новоселова, и про отца Алексея Засимовского, к которому ездил. И про Дивеева тоже мне рассказывал, потому что он тоже до 27-го года туда попадал. Вот. И был знаком, и ездил раза три к отцу Алексею Мечову. Вот. И помнил отца Сергия. Вот. И, в общем, оказался таким кладезем, потому что он знал и Павла Флоренского, и Лосева. И, в общем, конечно, вот для моего такого, как это можно сказать, будущего священнического пути оказал такое огромное влияние. Поэтому, вот, Алексей Петрович, просим вас вот какое-то такое вступление о вашем роде. Потому что я знаю, что в ваших жилах течет кровь даже Рюриковичей. От бабушки. От бабушки. Уж очень глубоко. Ну, что ж, это все равно тоже интересно очень. Потому что, я думаю, не много таких людей, которые могут вот об этом заявить. Ну, в свое время это все прятать нужно было, потому что в Ставинское время за это сажали. И поэтому все дворянские титулы были, когда я родился, то в церкви давали метрики. Так там было все записано. От Рюрика до последнего дня. Потому что, если советская власть пропадет, то я все-таки кто-то. Я. Они старались для меня, чтобы у меня был документ, что кто я. А когда мы попали, Девиева рухнула, и мы попали в ссылку с мамой. У мамы эта метрика, ужасная метрика, где только в тюрьму сажается эта метрика. Она спичкой выжигала где-то какие-то. Но это бесполезно, потому что тогда все прятали, свои происхождения прятали. Но каким образом я попал в Девиева? Ну, вот если все-таки вернуться, ведь ваша мама была Хвостова. Да. И дочь? Она была дочь министра Хвостова, он был министр юстиции и внутренних дел. У Николая Второго. У Николая Второго. А ее мама? А? Ее мама была дочь генерал-губернатора? Нет. Или супруга? Хвостова, жена моего деда была Ковалевская по-девище. И ее воспитывали в монастыре. Она родителей потеряла очень рано. И ее воспитывали в монастыре, но в мирском стиле. И когда за ней приехали, ей было 17 лет, за ней приехали ее родственники с тем, чтобы ее все-таки уже сватать, то она бросилась в колени Матюшке и Гумине и сказала, я не хочу, я хочу остаться здесь. А Матюшка и Гумине и сказала, Настенька, с такими глазами тебе будет очень трудно. Иди в мир, выходи замуж, рожай детей, а монастырь от тебя не уйдет. Это и монашество. И действительно, после смерти своего мужа, моего деда и детей, которые, так сказать, и разобрелись, она по благословению отца Алексея Засимовского приняла монашество с именем Митрофания и постарегала ее, опять-таки, по благословению отца Алексея Засимовского, отец Архимальд Серафим Даниловский. А вот мне еще хотелось бы зафиксировать такой момент. Ну, ваш лик совершенно явно свидетельствует о том, что в ваших жилах черногорская кровь. Это идет уже от Арцебушевых. Да. Я род Арцебушевых знаю плохо, потому что мои отношения в дереве, отношения моей мамы с моей черногорской бабушкой были очень тяжелые, потому что у нее был характер такой дубиночно-палочный. Если мы, дети, в чем-то провинялись, то она нас, нашу детскую, на Акафисты. Значит, мы, дети, должны все слушать Акафисты. И нам Анна Григорьевна, наша Бона, читала «Радуйся, радуйся, радуйся». Мы, значит, никак не могли понять, чему радуйся, а она все радуйся и до радуйся. В это время входит друг мама, опять Акафисты, вон гулять. И вот эти конфликты между моей бабушкой и Черногоркой и моей мамой всегда были. И они были очень трудные и тяжелыми. А бабушка Черногорка была из рода Петровичей, да? Да. Ее отец был граф подгорячения Петрович. Женат на Черногорке. Я ее фамилии не знаю, но она была фрельной при императрице Александра Заритева. А дальше она вышла... Мария Федоровна. А? Мария Федоровна. Да. А дальше она вышла замуж за Арцебушеву. Как, что я не знаю. Потому что с бабушкой у меня было самое тяжелое отношение. Нас два брата, я и Серафим. Серафим стоял и защищал бабушку, и бабушка его конфетами кормила. Я стоял около матери и не давал ее в обиду. У меня был вот я такой. Я защищал маму. И поэтому отношения между мной и братом всегда были натянуты. Мы были по разной стороне парика. А вообще ваш собственный характер, он такой более боевой, да? Мой? Да. Слишком большой. Слишком большой. Слишком. Он уж очень боевой. Сейчас Бог смиряет. Ага. Да. Как понятно. Арцебушев, который был нотариусом Моего Величества, ушел из водолова в отставку. Он купил, вот я сказал, мандровские земли. Девей водолом Матавиловскую, мандровскую землю, где, с домиком, где у него загорелась лампадочка с лавочкой, на которой он умер. И колоссальный земельный участок. И вот дед мой очихлил этот дом, и он стал как бы внутри кельи моей бабушки. А кругом было построено 12 комнат в лапу рубленого леса. И вот там мой отец... В 19-м году они переселились сюда, а мой отец, женившись на моей матери, сразу же уехал в Девиево. И я там... А в каком году был брак? А? Брак был в 12-м году, да? Брак моего отца? Да. Нет, в 16-м. В 16-м. Прямо за год до революции. Да. В 16-м году и тут же в Девиево. Но мама не понимала, она в своих записках писала, что я не понимала, где я нахожусь, в каком святом месте. Так до нее это все потом... Доходило постепенно. Доходило, да. А мой отец умер от скорочечной чахотки. Все Арцебушевы жили... То есть мой дед повесил колокола на колокольню. То есть очень много жертвовали. И поэтому наш дом жил как бы к монастырским уставам. У нас было такие устои дома монастырские. С мостами, со всеми. Вообще семья Арцебушевых, она ведь отличалась благочестием, несмотря была близко к двору. Но вот если в Петербурге про Арцебушевых говорили, что все в субботу на бал, все графини такой-то в салоны, то Арцебушевы в церкви. И все Арцебушевы они были очень религиозные, в том числе и мой отец. Вот ваша религиозность, вот эти Акафисты, я вижу, не повредили. Их, слава Богу, меня спасало. Я с тех пор не считаю Акафистов. Понял. Акафистов, для меня как-то очень... Канона больше любит. Вот, три канона. Покаянный, Матери Божией и Ангел. Вот это с тобой лучше. И мама меня спасала. Дальше. Очень важно... А вот в каком году вы родились? Я родился в 19-м году. В 19-м. Мой брат родился в 18-м году. А самый старший в 17-м году. Он умер. Второй брат Серафим, третий я. Но перед моим рождением мама увидела во сне приманного Серафима. Который ей сказал, у тебя родится ребенок, и ты его назовешь именем, который будет на 9-й день. Я родился 10-го октября. Все бросились смотреть, кто и что. Какой я, Трофим или Ефим? Оказалось, Петр, Алексей, Иоанн и Филипп. И поскольку у Хвастовых очень много Алексеев, митрополитов, то преподобный дал выбор. Не продиктовал вот такой-то, а вот выбери. И выбрали Алексея. Поэтому и в нашем доме жил преподобный Трофим. Потому что он естественным был старшим в нашем доме. И мы, дети, в эту комнату войдешь, преподобный Серафим с такой-то ручкой, в эту. А дальше это мантерское яблоня. То есть там жил Саров, жило Девиева и сам батюшка. Где маячки, куда маячки делись, батюшка Серафим? А, ну спасибо, батюшка, я нашла. Там коза не родит, батюшка коза не родит, та-та-та. Коза родила. Понимаете, поэтому в нашем доме старшим был отец Серафим. И он и сейчас у меня старший в душе. Я всегда к нему обращаюсь прямо. Просто разговариваю с ними, как с вами. А чаще просто кричу ему, помоги. И ты знаешь, чем я тебя прошу, ты это все знаешь. И поэтому детство мое прошло в Девиеве. А в 1925 году было нашествие священнослужителей какое-то совершенно потрясающее движение поломочного в Девиеве и в Саров. Очевидно, сердца чувствовались, закроются. И поэтому наш дом был всегда набит архиереями, батюшками, письмо из Москвы. Поэтому и дом был... Моя бабушка принимала всех, он хватал для всех. Твой прадед тоже, Василий Павлович, тоже ездил посреди них. Ну и Василий Павлович ездил, и Николай Семенович, брат бабушки, тоже. Он мне лично рассказывал, как он ездил. Именно вот в эту волну тоже попал. А в 1927 году уже все закрыли. В 1927 году все открыли. А в 1926 году в Девиеве был создан Владык Сеорфим Звездинский. Он... Город Дмитрийский. Он оказался викарием. И когда патриарх умер, это я прочитал в книге, которая издана Даниловским монастырем. Я брал, вот, вводная статья к его проповедям, я брал оттуда данное его житье. Вы знаете. И там вторая книга написана его Анной Патрикиевой. С химонахиней Иоанной. Вот там материал об Владыке Сеорфиме полнейший, если говорить о его житье. Но я расскажу свое детское воспоминание. Значит, мама после смерти моего отца, где ее приехал отец Серафим Архимандрит Даниловский. И она сразу как-то почувствовала ее старчество над собой. И он взял свое руководство над ней. И она ездила в Данилово. И в конечном итоге пришла внутренняя мысль, что она может найти себе мужа, но не может найти детей, отца для детей. Поэтому какой смысл принимать монашество в Старчичи, когда уже все страсти потухли, уже не с чем бороться. А когда 25 лет, то это и есть тот самый тесный путь. И она себя выбрала. И помогал в этом тесном пути отец Серафим Даниловский. Климков фамилия. Климков. А сколько вам было лет, когда вы осиротели, когда папа умер? Полтора года. Полтора года. Год три месяца. Понятно. Но моя мама заболела тоже открытой формой, потому что она ухоживала за отцом. У нее был миллиардный процесс. И когда она приняла посорик, то у нее все прошло. Все очаги в легком были затянуты. Вот это очень такой какой-то... В нашем доме бывали такие вещи. И я был свидетелем очень многих таких событий, когда что-то случалось в связи с чем-то. Вопреки, естественно, ходу вещей. Да, вопреки ходу вещей. И мама моя очень... Отец Серафим послал ее, замолчавник отцу Алексею, насчет посорика. Отец Алексей Засимовский отговаривал всеми силами. По молодости лет, по детям. Монашству миру – это тяготейшая вещь. То есть всячески отговаривал. Она всячески наставила. В конечном итоге отец Алексей Засимовский с даме Евангелия. Она подала ему Евангелия. Он лежал, так же, как в России Опчинской. Она дала Евангелие. Он открыл Евангелие, прочитал, закрыл и сказал, «Пойдя ко мне». Что он прочитал? Он не сказал. Не дал благословение. И вот по этому благословению уже дальше в Даниловском монастыре ее, так сказать, она принимала постриг, тайный. И тайное монашество очень тяжелое. Мама в своих записках пишет, как в Девев приехал бывший князь молодой, который уговорил ее, который ей предлагал руку и сердце. Ей 26 лет. Это же все играет внутри. Куда ты денешь, да? А обеты, которые ты приняла на себя. И вот мама пишет для нее. Это было очень тяжелым испытанием. И в этом испытании ей помог уже приехавший Владик Серафим, которого, так сказать, она под руководством, которого она стремилась и вошла. Благодаря отцу Александру Гумановскому. Он... Вы слышали такую... Такого нет? Он расстрельный. Он прекрасно на Владыку. Он остановился в нашем доме, и она сказала ему, что она очень хочет познакомиться с Владыкой. И вот однажды они идут. Отец Александр попросил в больницу Девевевскую монастырку ее провести. И вот они идут, а Владыка гуляет около могил этих блаженных. Они пошли туда. Отец Александр перекрестил и сказал, что отсюда не уходи. Ты нам нужен на обратном пути. И они что-то час пробыли в больнице, выходят, а он там гуляет. И познакомилась, и Владыка Серафим сказал, вот в воскресенье приходите, я буду служить в соборе, приходите, и я назначу как-то. И она пришла, служба кончилась, Владыка не выходит. Служба, проходит час, проходит два. Детей надо кормить, детей нужно укладывать спать. Владыка не выходит. Уже все вымоли, весь собор, Владыка не выходит. Она уже туда к двери, туда к двери, нет обратно, нет обратно, и все дождалось. И вышел Владыка, улыбнулся, все-таки дождались, я вас завтра у себя жду. И когда она пришла к нему, он сказал, я сказал себе, что если ты меня дождешься, я тебя приму. Если ты не дождешься, я найду повод отказать. И вот упорство. А потом она стала его духовной дочерью. А когда мне стукнуло 7 лет, то первую исповедь он принимал у меня и подарил мне книжечку жития святителя Алексея с надписью «Будь маленьким всегда на зло, большим расти на добро». И назвал меня своим самым маленьким духовным сыном. Как-то сидя за столом у него, я, Серафим, мама там и там еще, и Владыка меня спрашивает, а кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? Я сказал, орателем. Все засмеялись. Мама, папа, ровел и сказал, да нет, он хотел сказать оратором. А я сказал, нет, орателем. И я так и остался орателем, потому что я ору. А, и думал, вы ораете землю. Думал, что вы тут огородом занимаетесь. Нет, нет, я ору, 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 ору патриарху, по канонизации, ору где-то, где только возможно, там орал. В Дививе ору, потому что там Дивива нету, Дивива нет, к сожалению. Предсказание приносит Рафима, что вот канавка, по которой тропинка Матери Божией. А там не та конфигурация, что ли, получилась? Да не, не, совсем не та, они просто надо было ломать дома. Надо было ломать дома и ввести канавку, она подковообразная. Тихвинская церковь стояла внутри канавки, и она не доходила так, 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 а здесь она не смыкалась. А там стояли и трёхэтажные дома, и частные дома с огородниками и тому подобное. Это нужно было их всех строить дома, переселять. А дальше посреди канавки, это трансформатная станция. Значит, её нужно ломать, убирать все кабели там. Мы пришли очень просто. Пошли так, как где можно было пойти, потом загнули её сюда и сказали, вот по этой Рафиме ходит Матери Божией по преподаванию Рафима. Но это же спекуляция. Нет, но, может быть, придёт время, когда это будет возможно сделать. Батюшка, я не знаю, придёт или не придёт, я не знаю. А что, я не выключил? Ой, сейчас. Просто, ну, бывает, что невозможно сделать в какой-то момент. Ну, хорошо. По предсказанию Приморова Серафима строился Богородичный храм. Место было указано. Предсказание по этому храму присловано вот так. Так его высорили. Расписали диверские иконописцы. Не поставили иконостаса, революцию всё это заглохло. Потом всё это не разрушено было, а был хлев. И его реставрировали. И его осветили Преображенским, а не в честь Божьей Матери умиления. Это уже Николай. А когда я ему сказал, ну, ведь я всё-таки сказал, у Приморова Серафима про этот храм есть предсказание, что он должен быть Богородичным. Он говорит, малыш он был. Так что у меня к ним отношение немножко такое своё. Ну, я... Понятно. Понятно. Ну, не заранее же говорить, своя рука владыка. Не слыхали? Да. Ну, это же мы в России всё-таки. Они где-нибудь там, понимаете. Владыки бывают разные. И милиционеры тоже. А? И руки разные. Я вот недавно повстречался со святым милиционером. Да. И вот однажды, опять-таки, будучи у Владыки Серафима в его кельях, там у него была домовая церковь и полукорпус. И ему дали служить под Тихинской церковью. Она была двухэтажная. Ей дали маленький храм для того, чтобы он служил. Он иногда в соборе, но каждый день в этом маленьком храме. Дали ему трёх монашных петь. И только по разрешению игумени, кто имеет право быть на богослужении. Моя мама добилась этого. И вот там она записывала вот эти вот самые его проповеди за ним. Он в этом храме говорил. А? А Божественную Литургу. Да, Божественную Литургу. Он там, цикл вот этот, который у меня он будет. Я договорился с издателем, у него есть. И он мне привезёт, и я вам дам или ктерксы с ним, или что-то сделаю. Но там моя большая вводная статья, где я рассказываю владыке то, что я сейчас говорю. А дальше по книге Даниловского монастыря, его житьё, вплоть до расстрела. Идёт моя вводная статья к проповедям, записанным моей матерью. Этого у вас нет. И вот однажды мы пришли к владыке. С мамой, честно говоря, владыка как-то очень любил детей. Ну, опять я не знаю, обеду, не обеду, чей. Вдруг он берёт меня, ведёт к себе в молильну. Брат мой, Серафим, мама за ним. И начинает меня облачать во всей монашеской. Потом дал мне в руки свечу, дал мне в руки крест, а потом взял ножницы и три раза постриг. И на ухо что-то мне сказал. А что он мне сказал на ухо, я так растерялся, что я забыл, даже не понял. И когда моя мама сказала, что он тебе сказал на ухо, я сказал, я не понял. То, что он был прозорливым, это в маминых записках вы найдёте. И не только в маминых записках, надёте, во многих книгах о нём написано. Мама пишет, что на исповеду, вот она исповедуется, и он говорит, ты забыла мне сказать ещё один грех. Мама сказала, я сказала, что всё сказала. Нет, ты забыла, вспомни. Мама говорит, нет, не могу. Тогда он, повторяя, говорит мой грех совершенно в точности, в место, где, когда и как он произошёл. Он ей рассказывает её грех. Это прозорливость. Ну, разумеется, конечно. А дальше он, как в маминых записках написано на службе, во всём архивейском облачении, он, это, под Тихинской, он вышел с веточкой и сказал, вот, ты видишь, я вышел во всём архивейском облачении, после литургии. И мне было открыто, что ты перед смертью будешь причаться каждый день. Вот те веточки, в доказательство. Это в маминых записках. Эта веточка, она засушила, но она пропала, потому что меня арестовали, и всё пропало. И действительно вышло так, что потаённая церковь отца Серафима, почему она не была поймана, и почему он остался живым, потому что... Не есть в связи отца Серафима Битюгова? Нет, отца Серафима. А, Климкова. Климкова. Почему его не могли понять? Потому что он был в Хержачье домик, в Верее домик, в Борохове домик, в Малом Ярославце домик, причём всё к лесу, всё к лесу. В этом... И он переходил. Он ни в одном месте не сидел долго. Он всё время... И в каждом доме были книги. В каждом доме было облачение, сшитое из марли. Марля. Марливая филонь, марливая... Всё марливое. Всё завернуто, марля-марля. Книжки все где-то среди дров. И ладан – это кусочек в орех, в орех, кусочек ладана сваренный, свечка и кождение. Это самые были сильные впечатления моей божественной литургии и вообще слуга. Потому что когда ты идёшь в нарушение всего, и ты знаешь, что тебя грозит за это, то есть... Семьё с ней воспринимаешь. Есть азарт. Можно и так сказать. Можно и так сказать, да. Получается, вот... И в записках своих мамы описывает. Да, всё это сделал, а Серафим говорит о меня. Он ему говорит, а тебя нет. И в записках этой мамы... Это и в маминых записках есть. А потом в записках... Она пишет, она спросила, а когда это будет? Но он ей ответил, но его ответа я Алёше не напишу. И через 60 лет уже мама умерла, Соня Булгакова, когда я уже реставрировал Дивиевский иконостас через неё. Она мне сказала, как Владыка ответила, она, моя мама, рассказала ей, скрыв от меня. А ответ был таков, батюшка. Прежде чем это будет, он дойдёт до самого дна жизни. И мама не написала это, боясь, что я во всём этом увижу благословение Владыки. Ну да, понятно. Я доходил. Я отцу Георгину сказал, батюшка, я исчез там. Я рассказывал вам этот случай. Я говорю, батюшка, я исчез там на Грузе. Потому что мне предлагали 90 лет. Я говорю, нет. А почему? Я говорю, потому что это будет исполнение пророчества, а не моё. Это будет земелье. Я понимаю. А? Очень хорошо понимаю. Что раз Владыка сказал, вот мне он сказал... Всё должно вызреть. А? Вызреть должно всё. А я не вызывал. Когда мама лежала... И, между прочим, мама, когда немцы заняли Дорохова, подходили в Можайск, уже сюда Дорохова, в Верье была потаённая церковь. В Дорохове у ней сгорел дом, она вошла в дом, взяла только икону, ни хлеба, ни одежду, ничего. И с этой иконой пошла в Верью 20 километров. И приходит туда, где потаённый, так сказать, она знала. А там отец Серафим, который пришёл туда из Тучкова. И поэтому мама была всё время, каждый день служба и каждый день причинялась. Потом, когда подходила советская войска к Верье, отец Серафим ушёл себе на Львовщину. А наши пришли, мама вернулась в Москву. Дальше. Вот, подъёмные батюшки своим очень близким, духовным детям, я знаю, и я сам причащал. Давали запасные дары, которые стояли в киотах. И вот я сам, перед умирающей, но ещё могущей проглотить, я сам по просьбе её сына, сам это сделал запасными дарами. Так что, вот, подаённые старцы, они пользовались... Но они никогда не запрещали идти и причаться у Сергия. Они... Это не было запрещено. Только и сифляне, Иосиф, там, выдумал, что нет благодати, нет ничего. А основная церковь, она просто отошла по несогласию. Потому что Сергий был, так сказать, нелегитивен. Пётр был жив. Пётр-то был жив. Он был в ссылке. Ну да, конечно. В тюрьме и в ссылке вся его жизнь была. Да, он был жив, и церковь его поминала. И поэтому Сергий вообще не имел права выступать от имени церкви. Да ещё ваша радость, наша радость, и мы с вами. Конечно, такие иерархи, как Владыка Серафим, такие, как Владыка Арсений и многие другие. А патриарх назначил... Обыкновенно назначается Миссублический один. А патриарх Тихон трёх назначил. Назначил Петра, Кирилла и Агафангела. То есть одного убьют, другого убьют, но кто-то останется. Те исчезли моментально, остался Пётр. И Владыка Серафим, как векарь, помогал ему, так сказать, вот этот период. А потом КГБ ему сказал убрать его. И убрали. Дивейва приняла его к себе. А матушка Игумения Дивейвская Александра Чичакова отказала. Его расстреляли. Была передача, по-вашему, где вы против пурь очень хорошо выступаете. Антинекотиновый башки назвал. Там такие по ноги реки пили Георгию, этому, Сергею. Ну, хоть просто канонизируй. А дальше вдруг идёт о доброте, я не знаю, что только. А вдруг такая фраза, что митрополитом, он поставил, митрополит Вильярденград, он поставил Чичагова. Узнав о том, что его хотят арестовать, он отврыл её на покой. И у меня оказалось, по Софии я вёл час передачи о Патрианной церкви. И это я задел, конечно, потому что иначе не скажешь. И я рассказал этот случай и сказал, это самое прямое предательство. Потому что если бы он был бы митрополит, его бы, может, не взяли. Верно, митрополита? Он его отправил за штат, да. А он его отправил за штат, да. Он его... Да вы там арестовываете, делаете, что же хотите. Кого спас Сергий? Какую церковь? Христа спасителя по нему взорвали. Кого он спасал? И Сергеянцев стреляли так же, как и... Верно, Большой? Нет, в общем, конечно. Я тоже считаю, что та идея, которая им владела, так сказать, во что бы ни стало сохранить, ну, так сказать, легальное богослужение и так далее, это в итоге вышло ошибочно. Я его, конечно, не осуждаю. Потому что, если бы я был на его месте, непонятно, что бы у меня было в голове. Но по факту... Я думаю, что вы бы не взяли на себя просто. Да это само собой. Но вот... Если бы не могли быть. Но всё-таки... Да, но приблизительно. Мне трудно подумать, что это он только из честолюбия, там, понятно, что... Нет, сперва говорили, простите, Большой, сперва церковь наша говорила при Алексее Первом в те времена, говорила, что это Сергей делал под пистолетом. Что его, как бы, принудило к этому. А, в общем-то, из-за этого наша церковь на 75 лет ушла в рабство. Да ещё в какое. Так что, и Алексей Первый, он в обыденном служил часто, потому что стоялся, назывался Приходская церковь в патриархии. И поэтому он там, и Пимен там часто служил. И он в разговоре, ну, я тут же кручусь, в разговоре с настоятельным отцом Николаевым, сказал, если бы вы знали, какие удавы меня окружают. Я думаю, что это относилось и удачно не к КГБ, которое было удавами для всего государства. Я думаю, что внутри. Он не назвал никого. Он просто сказал, какие, значит, в каком положении была церковь. Когда, когда икона умиления, перед которой умер Плюна Серафима, её вывезли из Двеева. Ну, знаю, она была у отца Виктора Шаповальникова. Да, по благословению Петерима, по благословению Пимена. Ну, они были друзья такие. А Мария, которая осталась вместо покойной, ну, у неё всё это осталось. Она обратилась, а Пимен, он в 40-х годах был настоятельным храмом в Двееве, в Муроме. И поэтому он знал всех Двеевских. И к нему обратилась Мария, послушница после Егумени, умершей. Он сказал, я не могу это сделать, потому что после смерти это будет не моё, а отчётом. Я таких вещей на себя возникал. И Шаповальникова. И у Шаповальникова я увидел её и выроду из земли. Господь Репертер подарил на неё богатейшую ризу, когда открал мощи непременно с Рафимом. Ну, я-то резюмил. Дело в том, что я к отцу Виктору ездил несколько раз в году в течение последних 20 с лишним лет его жизни. И мы всегда пели Акафист перед иконой этой умиления. И вот всегда прикладывались и к Лавочкину, который преподобный умер и опалился огнём. И прикладывались к камушку. В общем, все святыни Дивеевские. И у неё ещё два чемодана вещей. Два чемодана вещей. Это табурет, это пинки, там бог знает что. Потом келейные иконы, вот этот такой. А потом ещё всё литургические сосуды. Да. Праздничные Евангелия, постные Евангелия, то есть всё это. Поэтому вот целый период моей жизни мы как бы так вот туда приезжали, как в такое подмосковное Дивеево. Потому что это был такой микродивеев со всеми святынями Келли преподобного. И вот покойный отец Виктор, он такую книжечку открывал, но была издана ещё до революции. И он говорит, вот смотри сюда, это вот это. Смотри сюда, это вот это. Так всё показывал. Вот. И поэтому эти все святыни, и вот эта риза, конечно... Все святыни были инвентаризованы таким образом. Да, да, да. И я очень хорошо помню, это, конечно, необычайной такой, действительно, такой столичной работы была риза. Но она и сейчас есть, собственно. Где? Вот где, я не знаю. Нет, которую царь подарил. Да. Они... Игуменьев Муроми зарыл её в землю. Когда её вынули из земли, она была вся чёрная, но блестели жемчуга. Ну да. Там не только жемчуга, там ещё какие-то синие камни. И камни, там масса. Да, вот там и сапфиры, да. Я не очень так собираюсь в драгоценную камни. Жемчуг весь растаял органически. Ну, это может быть, да. Но он с матушкой Марией, они всё реставрировали. Абсолютно не восстановили эту ризу. И когда они передавали по акту патриарху, всё это уже были мощи премьерной Серафима найдены. Да, найдены. И они передавали всё вместе. И все в Дивееве, когда приходили мощи, все думали, что патриарх привезёт эту икону. Это Дивеевская икона. Это единственная, главная святыня была Дивеевская. Нет. И когда я спросил патриарха, а почему нет, он говорит, а кто ж такой ризи привозит в такой собор икону? Он мне ответил. А я вам скажу, что когда мне было 10 лет, ещё в Дивееве, мы с братом сперли у мамы 15 копеек и в соседней лавке купили пачку-табачку. И первый раз курнули под домом. Накурились. Шатались, да? А? Шатались? Ну, вот так немножко. Ну, а куда деть? Это всё под подушку. Мама, убирая кровать, под подушкой обнаружила такую вещь. Удивилась. Мы сказали, что мы у тебя взяли взаимые 15 копеек. А из чего отдавать? Я здесь. Мама подвела нас к иконе. Нет, это её манера была. Подвела нас к иконе и сказала, вот, дайте обед, что вы не будете курить до 18 лет. Мы, конечно, с удовольствием дали этот обед, но когда мы оказались в ссылке, совершенно в голоде, в холоде, где-то на палу в какой-то избе, потому что дом был конфискован по расстрелу дяди Миши, после смерти деда Арсабушева дом перешёл в его сыну. А он был директором рыбных промышл в Волге и Каспии. Сталин в 30-м году расстрелял 40 человек местной рыбной промышленности, в том числе и дядя Миша. Дом был на нём, а мы были на его живении. И поэтому с полной конфискацией. Куда мать родила? И мама выбрала Муром, потому что в Муроме были все диевейские монахини в основном. И две сестры моего отца, которые ушли в монастырь. Одна была в Варваре, а другая умерла в химии Шефонии. Они были все в Муроме. Поэтому хотя бы куда-то, хотя бы... Ну да, пристать. А курить-то надо, батюшка? Надо почему? Надо, да. Во мне надо. Я спрашиваю, как антитабачные. Я понимаю, надо. Вот я как табачик, надо. А вот мне интересно, если вы помните, конечно. Вот какой был мотив вот этого вашего желания с братцем Серафима Кукурина? Любопытца. А, просто любопытца? Конечно. Интересно. Ну, попробую. Вроде это как-то слёзы текут, кашляет человек. Собственно, ну как, это же не кислород с азотом, вот так вдохнуть. Ну, слезы у нас не стекли, кашля у нас не было, а мы просто немножечко пьяновато стали. У хорошего курильщика этого нету, такого пошатывания. У него уже организм к этому привык, он, это механически идёт. Ну, неважно. Во всяком случае, до 18 лет мы дали обед. Ну, додержались? Я вам сейчас расскажу. Мама вывезла из Дивеева вот такую вот иконочку Тихвинской Божьей Матери в серебряной резе. А деньги на папиросу нужны. Я эту резочку снял, отнёс в тарксин и купил папиросу. Мама обнаружила очень быстро чёрную дощечку. Я и брат, кто из вас и где? Я говорю, это я. А где? В тарксине. А что ты сделал? Я прокурил. Мама берёт меня за руку, подводит к столу, где я сидел, вот на белом фоне. Кладёт мне на плече руки и говорит, вот слушай, запомнила всю жизнь. Ты не умрёшь до сих пор, пока не сделаешь резу икону Божьей Матери. Запомнил? Запомнил. Я был на 60 лет. И когда я у Шапова Никола встал на колене перед иконой Божьей Матери, я её тут не вспомнил. А просто у меня было очень трудное положение, просто закричал, помоги, больше ничего. Она помогла моментально. И я забыл. А когда патриарх не привозит из-за царской визы, а Шаповальникову просили журнал патриархии написать об иконе чудотворной, потому что она у него, какие-то сведения, он дал мой телефон. Я сказал, ну, Тарцубуш вам напишет. Я написал в патриархике журнала. Мне заплатили ровно пачку сигарет. Тоже символично. Да, тоже, всё символично. И я пишу за машинкой, Риза, Риза, Риза. Боже мой. Я вспоминаю Ризу, которую мама сказала, ты не мрёшь, пока не... Я вынимаю лист и пишу сразу патриарху прошения. Я тон-то и тон-то, я и Деве, то-то-то. Я знаю, что у вас царская Риза, которой вы не можете дать икону в Девеево. Прошу вас дать благословение сделать мне Ризу на икону. Он прямо на этом же моём обращении, оно здесь в книге есть, можно его посмотреть, я его напечатал, в книге «Девеево-сороу память сердца» он написал, «Боже мой, это святое дело». И мне это всё отрисовали прямо с иконы мои архитекторы-художники, и Ризу отковали в Софринской мастерской. — Копию той? — Нет, совсем другую. Я показал Патриарху, что я прошу благословение сделать ту Ризу, в которой она стояла в храме, простую. И написал, «Летопись, страница такая-то, такая-то», чтобы он видел, что я прошу. И вот эту Ризу я сделал. Мои художники и архитекторы говорили, что ты делаешь. Тебе мама сказала, ты не умрёшь, пока не делаешь. Ты что, умереть хочешь, что ли? — Ну, не сразу же. — Я и сказал, а иконостас, разве это не Риза? Мы же с вами строим, какой иконостас? В Девеевском соборе тоже Риза. Вот так и случилось, что Божья Батя меня простила. И вы понимаете, батюшка, что удивительно, что это под конец жизни очень видно. Вот, когда ты живёшь, ты ничего не видишь, это путаница. Событий таких, 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 тут вылезаешь туда-то, тут, а когда пройдёшь вот такой путь, ну, сейчас у меня девяносто два, а уже начинаешь следить руку мужа. Уже ты её видишь. Уже ты видишь, где он тебя спасал, где он тебя наказывал. Я пятнадцать раз был спасён кем-то от верной смерти. Пятнадцать раз мне Бог не дал умереть. Вот, вы знаете, вот то же самое мне говорил один старый священник, отец Михаил Кричетов. Отец отца Валерьяна. Отец? Отца Валерьяна. Ну, я его знал. Ну, конечно, знаете. Да-да. Ну, вот, я ездил к нему его исповедовать, так, более-менее регулярно. Он уже? В Царёв. Да, давно уже. Вот. Он мне говорит, вот, я в молодости, в зрелости много не понимал. А вот сейчас в старости я смотрю, как жизнь выстраивается, и вижу вот, как Господь, вот, меня и вёл, и спасал, буквально, вот, Вашими словами. Это действительно, как-то вот уже в таком возрасте, больше, чем зрелым, как-то начинаешь жизнь лучше понимать. А потом ты просто не можешь прочитать волю Божию на ходу. Да. Вот раз обстоятельства. Понимаешь? И ты поступаешь не... Оказывается, это, если бы этого не было, то не было бы вот этого. То есть, вот цепь. Совершенно верно. И когда ты просматриваешь эту жизнь, то ты видишь, цепь, 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 и они скованы, их не разомкнуть, а если разомкнёшь, всё рассыпется, и будет не твоя жизнь. Ну, а может, какой-нибудь случай расскажете нам? Какой? Ну, вот, как Господь спас вас от смерти. Ну, могу рассказать. Какой-нибудь один. Все это понятно, это... Я в лагере был фельдшером. Это институт Слифасовского. Тяжелейшая работа. Но я попал на самый страшный и звездовый карьер. Штрафной. Мне это было обещано. За всё моё непоминовение на Лубянке. Мне было обещано. Следователь постарался. Хорошая жизнь. Хорошая жизнь. Да. И... Я... Там меня спросили на вахте, кто есть, у меня это работники. Я говорю, я фельдшер. Там же никто документы не спрашивает. И он встанет счастье. А там бараки, где в три ряда умирают от цинги. Люди. Одного вынесешь, другой умрёт от... Главное, чтобы пол блестел был, ножами выскопленные из столы. Вот это самое главное. А то, что там догнут, это не важно. И я заболел дизентерией. Хлещет. Да я знаю, что это дизентерией. Это смерть. Никаких лекарств. Саня Чайси. Никаких. У главного... Врача тогда, он там не был. Там был старший фельдшер. Он говорит, Лешка, ничего нет. Я нашёл мера. Он говорит, что дальше делать у тебя. И вдруг я вспоминаю. Моя мама рассказывала мне. Деревенские... Деревенское лечение дизентерии. Симпатическое. Нужно достать. Самую старую, самую солёную, самую ржавую, самую, что ни на есть. Древнюю селёдку сожрать её с потрохами. И... Три дня не пить. И... Там... Ко мне хорошо относились воры и блатные. То, что я им помогал, так же, как и всем. Я не делил. Я отдавал... Это естественно. Не из того, что я их боялся. И я позвал одного. И сказал, вот так и так. Я умираю. Достать. А пищеблоки всё за зоной. Зона всё только привозит и исчерпака в очереди значит, наливает этот баландок. И он мне достал. И он мне привёз то, что нужно. Я сожрал. Три дня или с Настину. И... И не выпил негладко ванной. И остался жив. Вот это такой прямой ответ на... Ну да. На... А сколько вы всё отсидели? Я был приговорён. Я шёл по церковному делу. Это дело Криволодского. Он был духовным отцом, духовным сыном в Загорске похоронен в подвале. В Бичугов. В Бичугов. Ну да. Я вот поминал. Да. И по нашему делу делали им изгумацию этого подвала и всё это. В общем... Я попал по этому делу потому что он меня венчал. Дома. Отец Владимир. Отец Лунин Криволодский. А, Отец Лунин Криволодский. Венчал меня. Потом его посадили а за ним пошёл хвост в 20 человек. И всё в стальё берём. Молодёжи нету. Кадров нету. А нужны кадры чтобы убили этого. Старка. Нужна организация. Нужна программа. по особому совещанию Алексей Петрович приговорит за участие в антицерковном антисоветском церковном подполье ставящей себе цель свержения советской власти и восстановления в стране. Это общее. Это всем батюшкам ставили. Это вот у меня был Дамаскин который сказал что вот все эти новомученики они своими действиями подрывали и мешали нашей церкви нормально расти. Это он мне высказал такую вещь. А вот об этом поподробнее. Очень даже интересно. Что они подрывали? Я вам скажу для вредителей для врагов народа была своя интерпретация вины. Для всего священства и людей посажено по церковному делу было в основном монархии в стране. А ну да. Там завредитель за то-то и то-то там политические все что угодно. Все церковники шли как монархисты. Ну это правильно. Я вот тоже церковник, я монархист. как монархисты. И Дамаскен говорил, что они шли как монархисты и подтверждали это своим показанием, поэтому советская власть душила церковь, что они как бы были помощниками советской власти душить ту церковь, которая осталась. это Дамаскен мне сказал. Три года уже тому назад написал обращение к церковь о канонизации. Кого? Ну, мучеников. Ну, а каких? Всех. Всех погибших за веру. Всех расстрелянных. Ага. Что? Ну, вообще-то такая канонизация в русском зарубежье сделана. Но это... А мы уже с русским зарубежьем в единстве. Нет, дело в том, что... А второе, у нас на соборе 2000 года была такая формула, что и всех имена, которых Господь знает. То есть, у нас даже есть специальный день прославляем всех новомучеников в день смерти митрополита Владимира Богоевленского. Но это... Но именно вот тех, которых еще пока не канонизировали. А процесс канонизации персонально, он будет идти лет сто, я думаю. Батюшка, но его делают по материалам допросов, по следственному материалу. А там ложь на лжи. Это да. Прокурор меня спрашивает, ты веришь Богу? Я говорю, да. Он пишет. Не мой ответ да. Он пишет. Фанатик. Потому что ему нужно сделать из меня фанатик, который потом пойдет с пистолетом на Сталина. Вы понимаете? Да, конечно, понимаю. Там людей доводили до состояния невменяемости. Понимаю. И поэтому где подписал, что они... Человек не мог прочитать допросы, которые идут в 12 часов ночи. Причем ему днем не дают спать. Попробуйте 3-4 недели не спите днем, не спите ночью. Да это все понятно. Вот, я об этом патриархе написал. Попробуйте, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!